привет посмотрите на все эти мотоциклы наши коллеги из мотостронга сами привозят их из европы выбирая байки с минимальными пробегами и в идеальном состоянии склад мотоциклов постоянно обновляется подпишитесь на instagram мотостронга там все наличие а менеджеры мотостронга помогут вам найти подходящий байк именно для вас и помогут с доставкой по беларуси а также в россию то есть москву питер симферополь и смоленск а сегодня мы вам расскажем как киа и hyundai подвели своих поклонников подсуетив им крайне ненадежный двигатель и так встречаем 2 и 4 gd и ай перед нами прямо впрысковать 2 и 4 gd и его предки были созданы еще в 2006 году этот двигатель был создан альянсом киа hyundai chrysler и mitsubishi первый такой 2 и 4 gd и мы уже разбирали на корейских авто семейство этих агрегатов носит название сета перед нами мотор обновленного семейства сета 2 принципиально ничего не изменилось добавился один фазовращатель пластинчатую цепь заменили на роликовую также добавили маслофорсунки и было еще несколько глубинных изменений которые негативно сказались на надежности если вы не в курсе о проблемах этого двигателя то сразу скажем что непосредственный впрыск тут ни при чем просто как-то одномоментно инженеры разучились делать двигатели которые способны пройти более 100 тысяч километров ресурс же этого двигателя удалось увеличить после многочисленных поломок двигатели сета 2 начали устанавливаться на киа и hyundai с 2009 года прямо впрысковая версия появилась в том же году но сначала на североамериканском рынке мотор который мы сегодня будем разбирать скорее всего подтвердит наши опасения и покажет что же с этими двигателями не так мы подробно обо всем расскажем расскажем о том почему эти двигатели рано уезжают на капремонт и как этого избежать двигатель у нас сразу комплектован с навесным оборудованием практически ничего не случается мало что может вообще затмить стоимость капитального ремонта этого мотора во впускном коллекторе есть заслонки турболизации при больших пробегах они могут шалить приводятся вакуумным актуатором компоненты непосредственно впрыска практически беспроблемные тнвд стоит менее 300 долларов и его иногда меняли по гарантии когда масло начинало пахнуть бензином а его уровень по щупу увеличивался форсунки непосредственного впрыска стоит чуть менее 80 долларов выпускной коллектор на моторах 2.4 gdi крепче чем на моторах 2.4 mpi трещины напротив 2 и 3 цилиндров не появляются при эксплуатации мотора 2.4 gdi протирается жгут проводов который находится справа между клапанной крышкой и впускным патрубком дело в том что гармошка этого патрубка способна протереть провода до медных жил в общем это место надо обязательно вовремя за изолировать но сегодня раскидать этот крайне ненадежный двигатель нам поможет крайне надежный артур встречаем и мы начинаем нашу разборочку очень редко и при условии использования некачественного масла кулачки распредвалов моторов сета 2 изнашиваются их носики буквально выкрашиваются царапая толкатели но у нас двигатель свежий 2015 года поэтому об износе и речи быть не может здесь как видно использовали качественное масло нет никакого нагара масляных отложений и естественно никакого износа мы не наблюдаем гидрокомпенсаторов тепловых зазоров эти двигатели не имеют поэтому тепловые зазоры надо по необходимости регулировать номинальные тепловые зазоры для впускных клапанов 0,2 миллиметра для выпускных 0,3 миллиметра плюс минус три сотых обычно тепловые зазоры на этих двигателях регулируют после капремонта моторы сета 2 появились 2009 году и у них было изначально два фазорегулятора так вот оба они как и в нашем случае гидравлические а после обновления в 2016 году фазорегулятор впускного распредвала стал электрическим он прикрыт колпачком с разъемом на два контакта внутри этого колпачка две угольные щетки так вот когда появляется ошибка по рассинхронизации распредвалов надо менять этот колпачок цепь грэм в двигателе сета 2 нередко служит дольше самого двигателя и не нуждается в замене даже при капремонте этого мотора растягивается медленно и выхаживает примерно 200 тысяч километров медленно июля ГВЦ у мотора 2.4 GDI ГВЦ, разумеется, оригинальные. Топливные форсунки вставлены сквозь нее вплоть до камер сгорания. Естественно, покрываются налетом и сажей масла впускные клапаны и впускные каналы. Но это особого вреда не приносит. Чистят обычно при капремонте, когда ГВЦ потрошат и шлифуют. Блоки двигателей 2.4 GDI и 2.4 MPI алюминиевые с открытой рубашкой охлаждения. Здесь чугунные гильзы. Так вот, к пробегу в 100 тысяч километров образуются побежалости в местах трения от юбок поршней. Также вот такие вот вертикальные царапины образуются из-за частичек подгоревшего масла. Но не стоит об этом беспокоиться, потому что вот эти царапины ни на компрессию, ни на общее состояние двигателя, ни на жор масла не влияют. Такой двигатель может пройти 300 тысяч километров на холодную шелестя поршнями. Отметим, что если владелец умудрился перегреть этот двигатель, то может случиться деформация блока цилиндров. И при капремонте этих моторов после пробега в 200 тысяч километров, ну плюс-минус, наблюдается просадка плоскости между цилиндрами. Но шлифовка может вывести ровную поверхность. Ну и первое, что мы нашли в этом моторе, это металлическая стружка в поддоне. На моторах сета два, два типа масляных насосов. Первоначальный вариант масляного насоса двойной, то есть там два типа насосов. Шестеренчатый для подкачки и основной роторный. В таком модуле маслозаборник расположен сбоку. А с 2016 года маслонасос облегчили до нельзя и возложили эту функцию на пару косозубых шестерен, которые соединяют между собой балансирные валы. В таком супер-мега облегченном варианте маслозаборник находится по центру, а рядом с ним пробка редукционного клапана. Естественно, производительность такого насоса вызывает вопросы. Иногда во время капремонта вместо модуля балансирных валов устанавливают маслонасос от двухлитрового двигателя G4KD. Он сюда устанавливается с небольшими переделками. И добавим, что этот двигатель по-любому разбирался, потому что здесь нанесена термокраска. Также термокраска была нанесена на болтах. Так вот, что мы обнаружили. Скорее всего, вернее, не скорее всего, а так и было, здесь была не зажата вот эта шестерня маслонасоса. Не зажата почему? Потому что здесь должна быть шпонка. Грубо говоря, просто эту шестерню наживили. Здесь, кстати, обратная резьба. И потом гайка открутилась, и маслонасос перестал работать. Из-за этого и стружка в поддоне. А дальше посмотрим, откуда эта стружка появилась. У 24-литровых двигателей семейства Сета-2, как с распределенным, так и с непосредственным впрыском, случалась очень интересная проблема – износ шатунных вкладышей. Причем эта проблема случалась на моторах, выпущенных с 2011 до 2014 года. И за этот конструктивный косяк обе корейские компании в США поплатились очень большими штрафами и меняли моторы на новые своим клиентам. И вот прямо сейчас все вот это мы снимем и подробно об этой проблеме рассказываем. Дело в том, что шатунные вкладыши выхаживали всего 80 тысяч километров. А проблема заключается в том, что корейские инженеры именно в те годы решили использовать другие вкладыши. Ведь нормальные вкладыши сделаны на основе бобита. Это антифрикционное покрытие на основе олова, названное в честь ученого, который его открыл 80 лет назад. Так вот, с 2011 по 2014 год начали устанавливать вкладыши с каким-то более темным, новым, инновационным, антифрикционным покрытием. Так вот, из-за этого покрытия вкладыши не выхаживали и 50 тысяч километров. Редко дело доходило до 100 тысяч. Они просто проворачивались. Старые бобитовые вкладыши выглядят совершенно обычно. У них светлая, оловянная или, как еще называют, алюминиевая поверхность. Хотя алюминия в составе вкладышей нет совсем. Их каталожные номера заканчиваются на G100, G120 или G140. Так вот, с этими вкладышами вообще никаких проблем нет. Их мотор не проворачивает, если владелец использует нормальное масло. А вот проблемные вкладыши имеют гораздо более темную рабочую поверхность. В каталоге они обозначаются, ну, то есть окончание обозначения на G400, там G441. Их ни в коем случае использовать нельзя. И надо поменять на обычные вкладыши, пока мотор не проехал 80 тысяч километров. И есть еще вкладыши с обозначением G500. Это очередное обновление, но статистики по ним пока нет. Эти новомодные вкладыши протираются медленно. Все начинается с верхних, на который опираются шатуны. Они потихоньку стругают стружку. Когда масляный фильтр уже не справляется с ее отловом, стружка даже царапает шейки распредвалов и их постели. Чем сильнее изношенные вкладыши, тем сильнее они нагреваются. Чем крупнее фракция стружки, тем сильнее и глубже царапаются и шатунные, и коренные шейки коленвала. В этом случае достается очень сильно маслонасосу. И первоначально думали, что проблема в нем. А нет, проблема во вкладышах. Так вот, возвращаемся к состоянию данного двигателя. Как мы видим, этот двигатель полностью перебрали. В ГБЦ установили новые детали. Также поменяли вкладыши. Также поменяли все маслосъемные кольца. Также поршневые компрессионные кольца. И также может быть даже поршни. И кто-то, какой-то очень крутой мастер, не закрутил шестерню маслонасоса. И поэтому все пары трения работали на сухую. Это привело, естественно, к износу. Так вот, вот этот вкладыш коренной деформировался, износился. Коленвал вращался. Здесь есть зазор. И, соответственно, стук в двигателе был именно из-за этого. Ну и справедливости ради скажем, что коренные шатунные вкладыши и коленвал изношены. У двигателя семейства Сета 2 поршни и вкладыши номинальных, то есть неремонтных размеров. Подразделяются на группы. Группа в данном случае это базовый размер. У поршней три базовых размера. Обозначаются буквами А, Б, С. У вкладышей 5. Зачем это нужно? Для того, чтобы удешевить обработку блока цилиндров и других деталей. Оригинальных ремонтных поршней и вкладышей от оригинального производителя не существует. Есть только от неоригинальных. Ну а теперь переходим к самому большому и самому главному греху двигателя 2.4 GDI. Также это касается и 2.4 MPI, особенно их поздних версий. Так вот, эти двигатели склонны к жору масла. Дело в том, что производитель считает, что 600 грамм масла на 1000 километров расход – это нормально. Но, справедливости ради, надо сказать, что эти моторы, когда были новыми, потребляли примерно 1 литр масла от замены до замены. И здесь же отметим, что маслосъемные кольца поршней очень тонкие, коробчатые и супертонкими отверстиями для отвода масла. Соответственно, они моментально закоксовываются, если масло перепробежало. Более серьезные проблемы приходили тогда, когда приходила пора расстаться со штатным катализатором. Дело в том, что он у этих моторов очень хрупкий и крошился уже к пробегу в 100 тысяч километров. Если штатный катализатор удален и цилиндры не сильно изношены, то тогда возрастал расход масла до литра на 1000 километров. Это особенность этих моторов 2.4. Если штатный катализатор удален и на его место вставили пламя-гаситель, то поршневые кольца, то есть маслосъемные, перестают работать нормально. Не будем вдаваться в подробности, но это факт. И с этим сделать что-либо трудно. Либо же ставить качественный неоригинальный катализатор, либо же усиленные маслосъемные кольца. Но для этого придется поколдовать с поршнями. И вроде бы на моторах, выпущенных с 2017 года, проблема с быстрым разрушением катализатора и жором масла практически отсутствует. Либо же эти просто моторы не доехали еще до этих проблем. Ну и последнее про цилиндропоршневую группу. Отметим, что протертые вкладыши приводят не только к глубоким царапинам на шейках коленвала, но и к микротрещинам. Поэтому шлифовать коленвал особого смысла не имеет, потому что это не приведет к долговечному результату. А вот полировать можно и нужно, чтобы убрать совсем мелкие царапинки. Верхние коренные вкладыши, 4 штуки в хорошем состоянии и один вот этот центральный сильно изношен. Ну что, разборка закончена и вот в это превратились свежие корейские двигатели. Временами их надо капитально ремонтировать, бороться с жором масла и менять неудачные вкладыши на удачные. И практика показывает, что масло в них надо менять каждые 7,5 тысяч километров. Ну и естественно использовать качественное. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали вот такие качественные обзоры, то нам обязательно нужна ваша поддержка. Подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк, напишите комментарий и поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг».